И в ночи январской безвестной, сам девясь небывалой судьбе, возвращенной и смертной бездной, Ленинград салютует себе. Словами Ахматова и вновь мы начинаем программу с событий главного городского юбилея этого года, 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Мы уже много говорили о культурных событиях празднования, но именно празднование, да, пожалуй, будет главным их социокультурным обобщением. Ленинградская победа как часть великой, а День Победы – это праздник, торжество. В этом смысле интересно, что в этом году к мемориальным исследованиям памятников и документов широко и смело, практически повсеместно добавляли драматические театрализованные постановки. Не только в театрах, музеях, в Эрмитаже не только охватившие дворцовую видеоспектакль. В его залах живые картины-блокады с актерами Балтийского дома. Ну и дальше концерт звезд эстрады на стадионной сцене, на льду шоу Ильи Авербуха с Камилой Валиевой и Алексеем Ягудиным. А на выставке «Российский генстойкости» в залах комбината «Скульптура» художники прямо на глазах зрителей создавали новые произведения. На этом фоне сдержанным и академичным выглядит вечер в БДТ. Алиса Френдлих и Владимир Спиваков придумали его и назвали просто – посвящение. Актриса и дирижер. Они даже на репетицию выходят рука об руку. Чувствовать особую связь – это про Алису Френдлих и Владимира Спивакова. Иначе не стали бы они вот так, почти бунисон, читать стихотворение Мандельштама. На предложение БДТ быть здесь вечером 27 января Владимир Спиваков откликнулся сразу. И не только потому, что с театром его связывает давняя дружба, которая запечатлена в уникальных архивных фотографиях. Для маэстро блокада – глубоко личная тема. Моя мама до того момента, пока генерал Говоров не вскрыл фронт, она была в Ленинграде и сбрасывала осколки фугасных бомб, помогала раненым, перевозила на санках, к сожалению, друпы. Я помню, странные вещи, может, вам покажется. Как по Дворцовой площади, я совсем маленьким был, мне было лет 5-6, меня папа на руках еще нес. И под пальцами у меня сохранилось до сих пор ощущение шрама на его шее от осколка. В этот вечер звучат воспоминания артистов БДТ, которые пережили блокаду, победив смерть. Большой драматический театр был эвакуирован в Киро в 1941 году, но уже весной 43-го вернулся в Ленинград, чтобы работать в осажденном городе до полного снятия блокады. Хотя фасад здания пострадал от фашистских снарядов, а репетировать иногда приходилось в бомбоубежищах. Артисты, которые в будущем станут настоящими звездами театра, были вместе с Ленинградом. Владислав Стрижельчик служил командиром расчета артиллерийского полка и выступал на передовой в составах армейского ансамбля. Как и Николай Трофимов, который закончил театральный институт 21 июня 1941. Ефим Капелян и Людмила Макарова поженились в мае того же года, но война на время разлучила их. Капелян сначала был блокаду здесь, они обслуживали дорогу жизни, а потом ушел в народное ополчение. Люся Макарова, вы не представляете, перешла в Финский залив по льду в темноте с поэтом Фогельсоном в Кронштадт, где помещался театр Балтийского флота только в самом конце. Она попала, Ефим Захарович и Николай Трофимов. Они по приглашению Сака Дунаевского попали в ансамбль «Пяти морей» он назывался. В память о тех страшных днях виртуозы Москвы исполняют одно из самых поронзительных произведений Дмитрия Шостаковича – камерную симфонию памяти жертв фашизма и войны. Для Шостаковича это произведение – почти музыкальная эпитафия. Много лет тому назад открыл эту партитуру и как-то проснулся в пять часов утра, побежал, схватил ее и понял, что там есть еще очень личная вещь. Я понял, что в конце одной части, перед финалом, он почувствовал, что смерть пришла. И вот финал – это уже, так сказать, взгляд такой, какой есть у Моцарта, у Шекспира, на то, что происходит внизу, на жизнь внизу тех, кто остался. А он смотрит уже оттуда. 1 сентября 1941 года Алиса Френдлих пошла в школу, а 8 сентября началась блокада. Семья спасалась довоенными запасами горчицы, которая делала съедобным вкус печально известного студня из столярного клея. Зимой 1941-го в дом актрисы в переулке Кривцова попал снаряд. У меня было 6 лет, когда началась война. Много это или мало? Пережить эти 872 дня ей помогла и музыка. Она вставала на табуретку перед радио, слушала Брамса, Бетховена, Баха и представляла себя дирижером. Теперь и в ее честь, и в честь подвига всего Ленинграда снова звучит оркестр. И не по радио, а живьем. И это снова Бах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова